Александр Ткаченко Александр Ткаченко Александр Ткаченко Ну, прочее в том же духе Хочется судить и все тут По куртке, по глазам, по интонации Ну, чтобы, значит, не обманули меня Хитрые попрошайки Чтоб подать не абы кому А только настоящему нищему Со всех сторон честному и искреннему Безусловно достойному моей скромной помощи Смех и грех одним словом Уж сколько лет Давлю в себе вот это нелепое чувство А все равно так и лезет оно из темных глубин души, так и норовит перехватить управление моими поступками всякий раз, когда слышу вот это самое «дяденька, с праздничком, здоровья вам и радости в семью, подайте немножко Христа ради». В принципе, понятно все. Чувствуешь, что тобой пытаются манипулировать, принудить к милосердию, и неосознанно сопротивляешься вот этой манипуляции. Но с другой стороны, ежели никто не будет к нему побуждать, принуждать подобными просьбами, вот много ли я на милосердствую по своей доброй воле? Видимо, не случайно Христос об этом сказал настолько просто, что для разночтения не остается никаких возможностей. «Просящему у тебя дай». Не дал — твое дело, но знай, что заповедь Христова ты здесь нарушил. Недавно прочитал у Даниила Гранина, как преодолевали в русских деревнях вот это искушение — судить чужую нищету. Помню, в детстве у нас в Новгородской области в избах можно было видеть деревянный лоток, идущий через стену наружу вниз. Когда кто-то невидимый изнутри постучит в такой лоток, хозяева опускали им по лотку картошку, кусок хлеба, пирога, не видя кто это. Существовала даже присказка, который нам, детям, поясняли. Чтобы нищий не стыдился, а хозяин не гордился. Анонимная помощь свидетельствовала о культуре народного милосердия. Стучали нищие, странники, погорельцы. Деревня подкармливала и своего дурачка не давала ему голодать. Здесь, правда, на мой взгляд, возникает уже другая проблема. Полное отчуждение человека от человека. Милосердие через дырку в стене. Машинально, не глядя друг другу в глаза. А ведь милостыня — не просто односторонний процесс, когда имеющий подает неимеющему. Это всегда некое взаимное общение, в котором неизвестно еще кто окажется более обогащенным. Нищих всегда имеете с собой, а меня — не всегда. Христос ни много ни мало ставит нищих вровень с собой, как некую возможность для каждого человека проявить милосердие и обрести благодать. Что сделали одному из малых сих? То и мне сделали. Помню, был у меня случай, когда я это не осознал даже, а пережил. Ощутил в полной мере. Шел как-то по Москве, по Андреевской набережной. Навстречу человек, по виду какой-то пожилой, хипующий романтик. Редкие волосы на голове собраны в хвостик, бородка такая рыжая, рюкзачок, шорт, сандалии. И весь буквально светится от какой-то непонятной внутренней радости и полноты. Подходит ко мне, улыбается и говорит «Простите, хотел вас попросить. Я голодный турист, собираю на обед. Можете помочь какой-нибудь мелочью?» И как-то он так это сказал, не просяще, не нахально. Он не попросил в сущности, наоборот, предложил мне поучаствовать в его проблеме. Дал возможность накормить себя голодного. И я это понял именно так. И, конечно же, этой возможностью воспользовался, дал ему денег. Он также радостно поблагодарил и неспешно отправился дальше по своим неизвестным делам. А я потом еще несколько дней жил с частичкой вот этой странной и беспричинной радости. И благодарно помню этого светлого чудака до сих пор, хотя уж много воды с тех пор утекло. Но, когда я вижу у себя на пороге цыганенка и слышу «Дяденька, с праздничком вас дайте чего-нибудь хорошего», никак не могу избавиться от желания побыть строгим судьей его цыганской жизни, чтобы с высоты своего судейства решать «Дам я ему чего-нибудь хорошего» или же сочту, что не заслужил он бездельник моей милости. Нищих всегда имеем с собой. Дать или не дать — вот в чем вопрос.